МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Смотреть в оба". Бобруйский продолжает устанавливать камеры видеонаблюдения. -"ЛЦельникова определен единым оператором данной системы". Чем помогает глазастая конструкция? Неадекватный пассажир в Дребенском районе пьяный мужчина стал разносить в пух и прах все, что попадало под руку. Среды на автомобиле оставлены кроссовкой задержанного. Что стало триггером? Листья желтые. Конец октября радует теплой погодой. Начнется период предзимья. Каким будет ноябрь? А также вечные вопросы и вся жизнь искусства. В городе продолжает работу выставка Анатолия Концуба. О чем молва картин? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Сотрудничество органов власти и религиозных организаций в сохранении и приумножении духовных и культурных традиций белорусского народа. Основные аспекты взаимодействия обсудили на выездном заседании коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей. Главными темами стали духовно-нравственные воспитания молодого поколения и религиозный туризм. Подробности у Юлии Вернер. Перед началом заседания для участников коллегии тематические выставки «Туристический потенциал Могилевской области. Опыт реализации масштабных проектов по патриотическому воспитанию, благотворительности». Сразу после не теряя ни минуты обсуждения. В докладах примеры взаимодействия между органами государственной власти и религиозными организациями в сферах образования, туризма, культуры. «Наша страна живёт в условиях внешних рисков и угроз. Мир сейчас очень неспокойный. Беларусь, сохраняя стабильность и спокойствие, принимает все меры для того, чтобы и впредь сохранялся межконфессиональный мир и согласие на нашей земле. И, конечно, религиозные организации являются важными партнёрами государства в этой работе, поскольку религиозные организации очень распространены. И я уже говорил о том, что у нас весьма широкая палитра конфессионального мира. Поэтому для того, чтобы люди разных вероисповеданий жили в мире и согласии, для этого и необходимо взаимодействие государственных органов и представителей религиозных организаций». Сегодня фокус сосредоточен на совместной деятельности в духовно-нравственном воспитании молодого поколения. Несмотря на различные функции, у власти и религии цель одна – духовное развитие нации, счастье и благополучие белорусов. Конфессиональная жизнь Приднепровского края разнообразна, протекает динамично, спокойно, в правовом русле. Совершенствуются методы и формы работы во взаимодействии по актуальным вопросам. «Сотрудничество религиозных организаций, разных конфессий и государственных органов – это один из ключевых факторов стабильности и мира общества. Это взаимодействие не только способствует решению социальных проблем, но и помогает укреплять нравственные и духовные основы общества, кормируя атмосферу взаимного уважения и терпимости». Особое внимание религиозному туризму – сразу после знакомства с духовной стороной города на Березине. Обширный маршрут включил синагогу, храм Александра Невского и другие известные места. Яркая и самобытная архитектура, увлекательные традиции и живописные осенние пейзажи – Бобруйск предстаёт во всей красе. «И Могилёвщина, и Бобруйский регион имеют сегодня ещё большой нераскрытый потенциал. И те объекты истории, объекты природы, объекты различных направлений туризма, а сегодня 13 видов туризма развиваются в Республике Беларусь, они сегодня должны иметь серьёзную такую маркетинговую настройку и серьёзно продвигаться, потому что это продукт, который тоже может приносить большие дивиденды для нашей экономики. Ну и это ещё продукт, который сегодня сплачивает, развивает наше общество, нашу идеологию, нашу историю». Сегодня в городе 11 конфессий, мирно сосуществующих между собой. Бобруйск стал символом толерантности и взаимоуважения, ведь именно здесь создаются условия для сохранения духовных богатств и традиций, укрепляются связи, сотрудничество между органами власти и религиозными общинами. «Город Бобруйск, несомненно, обладает тем потенциалом религиозного туризма, для того, чтобы его развивать дальше. Мы сегодня посетили и православные храмы, мы сегодня посетили и синагогу, и ряд других объектов. В общем, показать ей что, но сегодня мы должны понимать, что и городские власти, и в целом духовенство настроены на то, чтобы совершенствоваться, двигаться дальше, развиваться, ну и в некотором даже степени быть своеобразными менеджерами для продвижения этой услуги». Религиозный туризм в Бобруйске открывает двери в удивительное путешествие по духовному наследию и настоящим шедеврам архитектуры. Каждое место с уникальной атмосферой и стилем привносит в исследование города разнообразие и глубину. Исторические памятники позволяют не только насладиться видом, но и перекоснуться к живым традициям. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Вошел в раж. В Дребенском районе мужчина разбил стекла в окнах здания железнодорожной станции и повредил припаркованные авто. В сентябре работники ЖД станции «Темный лес» обратили внимание на человека, который лежал на скамейке. Как только сотрудники поинтересовались его самочувствием, незнакомец стал беспорядочно наносить удары по входной двери, окнам в зале ожидания, припаркованным машинам. Прибывшие сотрудники милиции задержали хулигана, 42-летнего мужчину в нетрезвом состоянии. В ходе осмотра места происшествия специалист Государственного комитета судебных экспертиз изъял на кузове автомобиля следы обуви. По ним, а также кроссовкам фигуранта, проведена судебная трассологическая экспертиза. По результатам исследований установлено, что следы на автомобиле оставлены кроссовкой задержанного. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Своё поведение он объяснил огорчением от неудачной поездки в соседний город. Под круглосуточным наблюдением на улицах Бобруйска продолжается активная установка камер видеонаблюдения. Город может спать спокойно. На страже безопасности – всевидящее око. Уполномоченными органами определен перечень объектов, которые подлежат обязательному оборудованию камерами видеонаблюдения. В списке наиболее загруженные участки дорог – места с массовым пребыванием людей. Монтаж системы уже закончен на Гоголя. Согласно указу номер 69 от 25 февраля 2022 года, Белтелеком определен единым оператором данной системы, ответственным за создание, функционирование и хранение информации республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уполномоченным органом данной системы является Министерство внутренних дел. Такое нововведение – верный помощник предотвращения преступлений, обеспечения общественной безопасности и расследования различных инцидентов. Дорога длиною в жизнь. В Бобруйске открыта персональная выставка Анатолия Концуба. В стенах музея весь творческий путь известного художника. Елизавета Липеева не смогла пройти мимо. Выставка для художника – это некий такой определенный большой-большой этап, который и ставит какую-то точку, и требует движения вперед. В Бобруйском художественном музее не протолкнутся. Ценители прекрасного с замиранием сердца внемлют каждому слову именитого творца Анатолия Концуба, автора выставки «Дорога домой», приуроченной к 75-летию художника. Когда ты сам наедине с картиной, когда ты вкладываешь свои мысли, и вроде бы это очень важно для тебя, но оно еще более важно, когда ты хочешь найти вот эту эмпатию, что называется. Это вот взгляд-взгляд – это твои чувства, кому-то передать чувства. И выставка – это позволяет встретиться со своим зрителем. Перед посетителями обители искусства разворачивается простор для размышлений. На суд зрителей – 80 живописных и 30 керамических работ. Здесь можно проследить весь творческий путь Анатолия Концуба от 1976 года до наших дней. У него идут одни и те же персонажи, переходят с работы в работу. У него цветовая гамма почти не меняется. Он ищет определенные новые ракурсы, новые повороты какие-то. Потому что любая тема, возьмите вы тему, допустим, как сейчас говорят, качества. Как вы будете эту тему решать? Вы ее можете решать так, так, так и так, но тема-то остается все равно. Вот у него тема одна. Вот посмотрите, у него философия, размышления. Глаз не оторвать. Здесь работы широко известные публики, написанные буквально неделю назад. Среди 15 картин 2024 года «Дорога домой, когда я вернусь – дом моего детства». Внимательный зритель не упускает ни одну деталь творчества. Всматривается в мазки, вчитывается в название. В целом, это же имя для Бобруйска. Особенно меня впечатляет керамика. Бесконечно мне нравится. И формообразование, и мышление. Гениально. Ну вот в керамике это просто уникальные вещи. Работы очень интересные, особенно в плане композиционных цветов. И по смыслу, в многих очень глубокий смысл заложен. И они определенно вдохновляют на что-то. То есть, глядя на них, хочется творить. Его творчество восхищает яркостью красок, вообще такой вот контрастностью. Что-то вот необычное. Что-то из детства, если честно. Вене из детства. У него все время вот этот стиль, он такой очень оригинальный. И его всегда узнаешь. Вот в Минске я была, захожу в салон. И сразу понимаю, что это консул. Наш консул. Я зашла и сказала, что это наш художник из Бобруйска. Мы гордимся им. Заглянуть в красочную душу творца сквозь призму масштабной выставки можно до 15 декабря. Дорога искусства ведет на Максима Горького, 28. Двери художественного музея открыты с 10 до 19 часов. Понедельник, вторник, выходной. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Листья ходят хороводом. Ах, октябрь, вечер года. Последний день второго осеннего месяца запомнится жителям синей окой, пасмурной погодой, небольшими дождями и умеренным ветром. Однако столбик термометра опускаться ниже 10-градусного показателя не собирается. Чего еще ждать от небесной канцелярии в нашем материале? В четверг, 31 октября, в Беларуси будет пасмурно. По информации Белгидромета, ветер 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью до 4 градусов, днем от 5 до 11. Давление в этот день ожидается умеренное. Подходит к концу затянувшийся период спокойной золотой осени. Смена месяцев пройдет на фоне изменения погоды. К выходным существенно похолодает. Пройдет мокрый снег в перемешку с дождем. Задует северный ветер. Начнется период предзимья. Проливные дожди и грозы обрушились на Испанию. В Валенсии объявили красный максимальный уровень опасности. Выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными за последние 58 лет. Кроме того, наводнение нанесло серьезный удар дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 трасс. По меньшей мере 51 человек погиб. Более 200 удалось спасти. Ухудшение погодных условий ожидается в Москве. Спасатели предупреждают о мокром снеге и дожде. В сильных порывах ветра местами до 17 метров в секунду. С вечера среды до утра четверга ожидается гололедица. В этом году осень меняет все правила игры. И вопреки традиционным ожиданиям холодов и первого снега, начало ноября стартует с превышением климатической нормы в среднем на 3 градуса Цельсия. Не испортят настроение даже тучи и туман. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Мы коллега Роман Костюков со взором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова